Где у нас стартап-котики? Мяу, мяу. Давай пить говно рассмотрим. Тема пить говно. Нет, слушай, ну это вообще... Это мем стал. Нет, но это даже раскладывать нечего, потому что... Ну, ребят, прикиньте, да, у тебя есть ребенок, ему там два годика, и ты сидишь с ним, смотришь мультик, не знаю, для двухлетнего. Ну, и ты смотришь такой, заходит жена, ну как? Ну как вообще? Ты говоришь, ну, в смысле ты меня спрашиваешь, как? Иди посмотри вообще, знаешь. Давай и родственников еще позови, если ты мнение по поводу этого мультика хочешь услышать. А ребенок, он тащится, он такой, я так же, я хочу быть этим героем. Он такой, чебурашкой, ну, чебурашку не буду, это гениальный мультик. Ну, святое. Какое-нибудь, блин, ну, вот у меня такое ощущение. То есть мне жалко своего времени, вот честно. Когда я вижу вот это и слышу вот это, я вижу, что абсолютно отсутствие проработки, абсолютное отсутствие какой-то мысли глубокой. И вот сидят там, не знаю, пятеро взрослых мужиков, еще и Сашу Джонсон подрядили, да. И, ну, мне стыдно. Вот какое у меня ощущение. Вот что такое с моей стороны пить говно. Пить говно. Я вот так, я идею увидел, мне понадобилось одно предложение. Все, можно говорить, все, все, пока, давай следующее. Окей. Вот о чем я говорю, Игорь. Я не то, что я там неуважительно. Невозможно донести идею. Ну, понимаешь. Я читаю Толстого или Достоевского, мне не надо весь том прочесть. Достоевский мрачный. Ну, все равно так. Открой на любой странице. И все, и там кладезь. Одну страницу прочти, и все. И ты такой нырнул. Вот прикинь, ковид. У тебя больница, там куча больных, койки все забиты, да. То есть, и приходит чувак с прыщиком, там, не знаю, на щеке. И такой ломится, расталкивает бабушек и говорит, лечите прыщик. И врачи такие, в смысле, какой прыщик? У нас тут люди умирают. И вот здесь то же самое. Ну, правда, жалко времени. И даже не моего. Я могу посидеть, послушать. Ну, вот так вот могу посидеть. Ну, жалко времени других стартапов, которые, может быть, там, более подготовлены. Они должны готовиться. Крестный отец говорил, что доброта, там, победит мир. Но доброта с револьвером победит мир в два раза быстрее. Я же добрый. Я же добрый. Но достаю револьвер, такой, ну, мотаю. Опять же, если бы я был не объективен, и кто-нибудь из стартапов доказал мою неправоту, я бы извинился и сказал, ребят, вообще... Да, ну, прости, давай я все-таки тебя как-то сапонирую. Каждый из нас видит в чем-то что-то, что работает и что не работает. Мы в свое время, и я там до конца жизни умирать буду, буду это помнить, ничего там драматичного нет, я ржу, отказали Пинтересту по оценке 50 миллионов. Мы заработали бы на том миллионе четверть миллиарда долларов. Я в карман бы свой положил прям большую-большую сумму с этого, большую при большую. И мы как бы, там был burn rate больше миллиона в месяц. Там абсолютно честно Бен сказал основатель, что никакой вообще бизнес-модели не будет никогда. Я построю гигантский сайт, сделаю гигантское IPO и заработаю всем кучу денег. И как бы мы сказали, нет, и точно так же могли бы сказать, пич говно, никакой бизнес-модели, ты прожжешь все деньги у него там на три, по-моему, или на четыре месяца, я не помню, оставалось бабок, никто ему денег не давал. Как бы все, конец света. Есть мой очень старый приятель Алекс Велш, он нас не смотрит, поскольку он американец, основатель футобакета. Он просто копировал то, что мы с моим партнером делали в фотках, просто один в один копировал. Но мы с Димкой испугались, мы были profitable всегда, мы всегда зарабатывали деньги. Вот, а он сказал, и там был вот, не знаю, ты помнишь этот термин, хот-лимкинг такой чистый? А, окей, ну просто куча народа сейчас, народ, кто смотрит, даже не помнит, что хот-лимкинг, это когда делался имбединг линка таким образом, что на странице была не ссылка, что кто-то нажал и ушел, а именно картинка. Но эта картинка скачивалась каждый раз с сервака, который был наш. А тогда-то все это было дорого, мы все ручками делали, никакого там Амазона не было, и нам это стоило кучу денег, когда народ стал хот-лимкинг. Но рост у нас пошел вот такой, то есть у нас там было 25 миллионов уникальных, а у нас просто рост вот так пошел, мы сказали, да ну, ребят, ну нафиг, мы потеряем деньги. Алекс сказал, фигня, заложил свой дом, два его кофаундера дома заложили, ребята рискнули пострашно, продали за 350 миллионов, компанию Фоксу остались довольны. Я с ним, помню, встречался, мы хорошо друг друга, ну, так относительно хорошо, там раз 15 встречались. Вот, после этого мы с ним вот прям рядом с моим домом обедали. Вот, я говорю, как вот ты рискнул, вот нам было страшно. Он говорит, понимаешь, мне достаточное количество раз все усмехнулись и сказали, что я урод, чтобы я сказал, мы собрались там, их трое, по-моему, было, основатели сказали, закладываем дома и вот докажем, что мы не уроды. И они выиграли. Где стартап котики? Где, 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 где стартап котики? Кто у нас стартап котики? » Продолжение следует...